Всем привет! Приветствую вас на своем канале! Меня зовут Татьяна и кто еще со мной не знаком, я живу в Израиле, я визажист-стилист и также ярый поклонник косметики. В своем блоге я обозреваю в основном новинки косметики, макияжи делаю вместе с вами, обзоры на последние новинки. Хочу поприветствовать всех новеньких, которые присоединились к моему блогу, каналу. Добро пожаловать! Девочнее видео, конечно же, будет, как всегда, о последних самых-самых горячих новинках косметики. Покажу, что я буду сегодня использовать. Будет и макияж, и обзор тоже каких-то вот новинок, каких-то тоже не новинок, очень интересных тоже продуктов. Итак, сегодня только что, кстати, тоже будут первые впечатления, у меня тут сегодня были первые впечатления, наверное, на три продукта, которые я только-только вообще получила, уже вообще не пробовала. Это самая-самая последняя горячая новинка от Hourglass палетка в оттенке Defy the Rose. Это как бы лимитка. Буквально она у меня, вот смотрите, какая новенькая, новенькая, красивенькая. Вот такая вот красота. Здесь идет одна пудра в оттенке Diffused Light. Это не новый оттенок, да, он есть тоже в постоянке. Очень мне нравится тоже вот эта вот пудра, и вы надо использовать ее под глаза. Ну, либо для очень светленьких оттенков кожи. Дальше, новая румяна, это уже новый оттенок в оттенке Rose Flash. Я не нашла, по крайней мере, у меня есть очень много палеток от Hourglass. Я просмотрела во всех палетках, я не нашла такого оттенка. Может быть, он отдельно продается, не знаю, но у меня его нету. И новенький хайлайтер здесь в оттенке Supernova Strop Light. Тоже я не нашла. То есть, есть похожие оттенки в других шестерках, тоже тройках, но именно конкретно вот этого оттенка я нигде не нашла. То есть, и по-моему, вот эти вот тоже на сайте написано, что это два новых оттенка. Ну, и пудра, это как бы обычная их пудра в оттенке Diffused Light. Будем пробовать уже первый раз, буду его носить вместе с вами. Дальше, что еще? Вот такая вот новиночка от Валентино. Это не прям новинка-новинка, но, как бы, тем не менее, тоже новый продукт для меня. Это от Валентино E2Chicks. Это как бы румяна и тени, два в одном. Очень красивый футляр, тоже вообще еще новенький, даже не сфочила. Смотрите, какой красивый-красивый футлярчик. У меня это в оттенке 2. Как этот оттенок называется? Very Rose. Здесь, кстати, не написано, как он называется. Здесь просто написано, ну, как бы, двоечкой и все. Very Rose. Вот здесь, так вот открывается на кнопочку. Очень все красиво. Здесь идет в комплекте кисточка. Но она такая маленькая, не знаю, попробуем, кстати. И вот такой вот красивенный-красивенный оттенок. Тоже сделаю сфочи уже в процессе. Вот, смотрите, тоже вообще еще тоже не сфоченный, новенький. Очень, кстати, красивый оттенок такой. Я хочу его тоже на глаза, может быть, попробовать. И попробовать нанести этой кисточкой. Будем с вами пробовать дальше. Тоже красивенная-красивенная такая палеточка. Это не новинка, она уже где-то год, как, наверное, вышла. Но я ее раньше не покупала. Это Иль Макияж. Это американский, в принципе, профессиональный бренд. И у нас в Израиле, как бы, он очень такой распространенный. У нас почти в каждом торговом центре есть корнеры Иль Макияж. Это как маг. Вот, и также Иль Макияж. Это полезка-коллаборация с Кэтлин Лайт. Видите, это известный американский блогер. Наверняка вы тоже ее знаете. Очень-очень красивая палетка. Вот такая вот, смотрите, Иль Макияж. И очень она мне понравилась вообще и по оттенкам, и по качеству. Совершенно здесь другие по качеству оттенки, чем постоянные для них Иль Макияж. Они вообще отличаются. Они больше как такие, как бы, топовые. Именно все вот эти вот марки, как Патрик Та, как... На что они мне еще похожи? Ну, в общем, на все такие вот американские бренды очень крутые. Потому что Иль Макияж обычно совершенно другая текстура теней. Тоже, может быть, как-то покажу в следующих видео. У меня тоже есть их не палетки. Если вам интересно. Там такая более кремовая... Крем-то-пау, да что за такое вот текстура. Вот, а здесь, как бы, обычные вот матовые и очень-очень красивые топеры. Чем-то, кстати, тоже похожи на текстуру. Вот у Charlotte Tilbury тоже есть, как бы, новые такие топеры. Новая палеточка, вот эта вот мультифункциональная от Gucci. Тоже расскажу, я уже ей попользовалась немножко. Расскажу свое мнение об этой палетке. У меня она в 0,1 оттенке. Это вот так вот идет. Здесь еще три оттенка. Один кремовый, как бы, это румяна. Здесь, значит, так. Это для глаз, для губ и для щек. То есть, вот эти вот кремовые. Кремовая текстура. Дальше вот такая, как бы, коричневая, светло-коричневая. Это для глаз и для щек. Потом темно-коричневая. Это просто для глаз. И такой светленький. Он, как бы, для тоже глаз и лица. Расскажу тоже свое мнение об этой палетке. И я расскажу, почему я не хочу тоже делать полностью макияж этой палеткой. В тенках только тоже я получила. Это вот такой вот карандашик от By Terry. Это у них появился новый оттенок. И именно этот оттенок меня заинтересовал. Потому что я не покупала раньше карандашик гелевый от By Terry. Здесь вот такая вот коробочка, да. И карандаш. Посмотрите, какой красивый оттенок. Мне очень понравился этот оттенок. Вообще очень красивый. Тоже будем его пробовать первый раз. Я обожаю такие вот оттенки. Тут же смотрите, какой такой синий, глубоко синий индигу. Большой цвет индигу, да. У меня есть тоже других марок. Тоже покажу в сравнении с другими карандашиками. Вот похожего цвета. Но этот цвет меня прям зачаровал. Что мне захотелось именно вот этот вот именно карандаш. Хотя у них там тоже есть, по-моему, 6 или 5 карандашей в линейке. Вот так. Что еще? Новиночка вот такая вот у меня. Тоже это не совсем. Она тоже, мне кажется, как год от Офра. Офра это тоже американский бренд. Вот такая вот палеточка. Контур, бронзер и хайлайтер. Тоже покажу. Пудрочка у меня тоже новая. Такая транспарантная от Офра. Тоже расскажу свое мнение. Так, что еще именно с нового? Кстати, взяла. Будем сейчас пробовать с вами. Тональный крем. Именно как бы мне отлили в баночку в магазине Апрель. Вот я там делала покупки. Кто за мной следит в Инстаграм, видели тоже мои все покупки. Подписывайтесь, кто еще не подписался в Инстаграм. Я там иногда тоже выкладываю сразу же там какие-то покупки, новинки. Ну, не всегда они все. Ну, иногда как бы, когда у меня есть настроение, я могу как бы выложить и там сделать сводчи на какие-то новинки. В общем, я там покупала в магазине Апрель. Это у нас такой косметический магазин. И я попросила, чтобы у меня отлили новый тональный крем от Guerlain. Вот Gold. Именно матовой версии. Альзамчик новый от Estee Lauder. Тоже расскажу. И покажу оттенок, который самый-самый-самый красивый с этой линейки. В общем, все. Давайте приступать к макияжу. Если вам интересен обзор на вот эти все новинки. И причем самые-самые такие горячие, как вот эта палетка Hourglass. Я даже на американском YouTube не нашла еще ни одного, ни одного обзора совершенно на эту палетку. Давайте со мной. И приятного вам просмотра. Я буду, конечно же, с праймера. Я взяла, так как я хочу использовать вот этот Tone of Guerlain новый, тоже Gold. И я взяла праймер. Это у меня уже давно. Этот праймер такой вот золотистый, тоже серии Gold. Очень мне нравится вообще праймер Guerlain. У меня тоже есть и метеориты. И вот этот вот Gold. Обожаю эти все праймеры. Так, буду использовать буквально чуть-чуть. Он такой гелевый. И просто, вот видите, такие золотистые-золотистые частички. Он такой, как бы он хорошо увлажняет немножечко. У него есть подсвечивающий эффект. Он хорошо подойдет тоже для сухой кожи, для комбинированной, ну и для жирной. В принципе, мне кажется, он для всех типов кожи подходит. Потому что он такой, он и не стягивает, немножко подсвечивает, немножечко блюрит. Комбинированную основу у меня на в оттенке 3N. Так, вот так вот выглядит. Я уже ей попользовалась, уже, наверное, мне так хорошо его налили. Я уже, наверное, на раза 3 или 4 им пользовалась. Очень-очень мне понравился. Я как-то при возможности, при случае обязательно себе куплю. Именно тоже вот этот оттенок. Так, буду использовать кисточки для лица. Это кисточки с Алиэкспресс. Кстати, давайте я вам покажу. Они похожи, по-моему, на какой-то бренд Менли Про или какой-то, я не знаю. Вот, смотрите, вот такие. И был весь набор тоже для глаз. То есть, они все такие синтетические. Просто искала как-то на Алиэкспресс. Вы знаете, я люблю там иногда тоже, хотя у меня есть тоже разные-разные, дорогие, какие хочешь кисти. Я иногда как бы люблю там тоже находить какие-то уникальные кисти с Алиэкспресс. И, кстати, реально находятся уникальные. Но вы знаете, тоже я оставляла там очень много тоже показывала и наборов, и одиночных кистей. Оставляла тоже ссылки постоянно. Вот, в общем, это такой набор. Я хотела именно вот такие вот формы. Очень тоже мне понравился этот набор. Вообще, совершенно не лезет, мягенький. Там, я не знаю, какой там Менли Про. Может быть, это вообще одно и то же. Не знаю. В общем, я оставлю тоже на этот набор ссылочку, если вам интересно. Здесь такая вот кругленькая, более широкая. Потом чуть-чуть поменьше. Она как бы больше такая факельная. Это более такая пушистенькая. Вот. Потом такая для контура. Более упругая. И дулофибра кисточка. Ну, это как бы как обычно. Это мне как бы меньше и меньше ее использую. А вот эти вот мне три прям вообще очень-очень нравятся. В общем, давайте буду наносить тональ именно вот этой вот широкой. Какой более кисточкой. Так. Я его набираю. Наберу вот так вот. Ну, что неудобно. Оттенок мне тоже идеально подошел. Здесь обалденный запах. Ну, в принципе, как у всех тональных от Guerlain. Так вот я чуть-чуть набрала. И просто эта кисть тоже очень удобно. Очень она быстро все распределяет. Мне прям понравилась такая форма. Я вообще люблю формы, ну, вот такие, да, вот как как бы более плоские. Ну, вот это вот тоже очень хорошо вот так вот прям вбивает, распределяет. Вообще очень мне понравилось. Тон просто идеальный. Я вам скажу. Очень мне нравится. Он мне больше даже нравится. У меня есть такой, как он называется, забыла. Такой круглой баночкой тоже от Guerlain. Матирующий тоже мне очень нравится. Но этот мне еще больше понравился. Смотрите, тоже очень хорошо. Он все заблюрил, все выровнял. Полностью тон кожи. Ну, от глазки я не наносила. Дальше я хочу нанести консилер. Я взяла тоже от Guerlain. Это не новинка. Это как бы есть тоже постоянная линейка. Так, вот такие вот консилеры. У меня тут есть в двух оттенках. 0.1 и 0.2. Их, по-моему, всего лишь или есть 0.3. Не знаю. 0.1 это Light Warm. И Light Cool это 0.2. Как бы этот больше такой бежевый. А этот чуть-чуть в розовинку. Я, наверное, буду использовать 0.1. Я решила уже все сделать именно с Guerlain. Всю такую коррекцию. Очень тоже мне нравится этот консилер. Но у меня уже давно как бы он увлажняющий. Кстати, очень хорошо тоже подойдет для возрастного макияжа. Так, вот такой вот оттеночек. Просто светло-бежевый. Он средней такой плотности. Если есть прям сильные, конечно же, сильные, там, какие-то, не знаю, темные круги, синева, зеленца, что-то он не прикроет. Вот. Но если как бы нету особых проблем, то есть он как бы хорошо тоже все прикроет. Он хорошо освежит. Хочу вам показать очень крутой продукт от Офра. Кому доступен этот бренд. Это контур. Кремовый контур. Это как бы не новинка тоже, но он очень крутой. У меня он в оттенке Dusk. Так, вот так вот оттенок Dusk. Потому что там есть четыре оттенка. Вот и начинает светлого, как бы тоже для светлой коррекции. И дальше там идет чуть темнее, темнее. Но вот этот самый такой, для контуринга, самый красивый оттенок. Он такой правильный, тоже коричневый, не слишком холодный. Вот видите, то есть такой оттеночек. Он не слишком холодный, не слишком рыжий. Очень-очень классный. Нанесла. Беру уже чуть меньше вот эту вот кисточку. И наношу тоже направлением вверх. Распределяю. Убиваюсь движениями. Так вот, смотрите, какой красивый оттенок. И как тоже он быстренько-быстренько все распределился. Очень мне нравится этот контур. Будем переходить к кремовым румяном. И для этого я возьму вот эту новую палеточку от Gucci. У меня она в 0.1 оттенке. То есть вот так вот 0.1, как она называется, Samaria Brown. Там есть три оттенка вышло. Это такой более натуральный. Я взяла именно самый натуральный, чтобы попробовать. Вот, есть еще там более розовее. Есть еще одна какая-то там вообще цветная, которая, ну, я не знаю, как она там может быть мультифункциональная. В общем, у меня уже сложилось мнение в этом продукте. Здесь есть пластиковая такая перегородка, на которой написано, для чего предназначен каждый оттенок. Есть кисточка, которой я еще ни разу не пользовалась. Вот такая вот Gucci. Тут с одной стороны как кисточка, чтобы набирать именно вот этот кремовый продукт. И с другой стороны обычный спонжик. Так, смотрите. Я сейчас расскажу свое мнение об этой палетке. Вот этот вот кремовый продукт мне очень понравился. Мне очень он понравился в качестве вот румян кремовый. Сейчас покажу тоже оттенок. Оттенок очень красивый. Мне очень он понравился даже в качестве помады. Это вообще обалденный оттенок и текстура. Я не знаю, не пробовала сами помады Gucci. Может быть, они тоже в таком же качестве. Надо, кстати, попробовать. Вот, потому что мне вот эта вот штука очень-очень понравилась. Вот. Мне понравился вот этот вот оттенок для бровей. Для контуринга я его пробовала. Он немножко такой залипает и плохо растушевывается. То есть, если как для лица использовать. Вот для бровей мне, для моих лично, он очень нравится. Потому что он тоже такой, ну вот, как знаете, как тени для блондинок. Да, он немножко... Есть тут оливка, что-то есть немножечко серинка, коричневинка. Такой светло-коричневый. Вот очень такой... Ну, он прохладный. Дальше. Вот этот вот коричневый. То есть, его только использовать на глаза. На глаза он мне не понравился, потому что... Мне и этот на глаза тоже не понравился, потому что он слишком холодный. Он на глазах дает серинку. И вот этот вот, он кажется как будто бы такой нейтральный-коричневый. Но, тем не менее, когда начинаешь его тушевать на глазах, он тоже уходит в какой-то серый. И лично на мне это смотрится просто некрасиво. Ну, мне поэтому я не захотела тоже делать полный просто макияж этой палеткой. Потому что мне не нравится макияж на глазах с этой палеткой. Совершенно не нравится. Так же, как мне и для глаз, не нравится конкретно вот этот вот оттенок. Это такой шиммер, который можно использовать как хайлайтер. Ну, и как бы для глаз, да, там высветлять. Он тоже слишком холодный. Он прям такой, дает немножко белесый эффект. Вот как хайлайтер, он смотрится неплохо, хорошо. Здесь такое легкое-легкое сияние. Сейчас я покажу тоже сфотчи. Смотрит такое легкое сияние, как натуральный больше эффект. Но он тоже немножечко такой выбеливает. Как бы для светленьких девочек, то будет хорошо. Вот. На мне он немножко выбеливает. И на глазах он мне тоже ни разу. Потому что он мне на глазах тоже дает такой прохладный такой беловатый шифт, который мне не нравится. Вот. Поэтому у меня такое, как бы двоякое впечатление об этой палетке. То есть полностью, как вот для всего лица, она мне не нравится. На мне. Мне кажется, вот для светленьких девочек она будет просто идеальна. Качество теней хорошее. Очень мелко такое дисперсное. Очень хорошо тоже тушуется. Все, но единственное, вот у меня тут проблема с оттенкой. Может быть я еще, ну я не знаю, надо она мне или нет. Там вот эта вот, которая более розовая, как бы. Может быть я ту еще приобрету. Вот. Ну посмотрим. Вот. Ну пока что, как мультифункциональная для меня, лично для меня, она как бы не нравится просто. Так. Давайте покажу вам сфотчи. Вот этот вот оттенок очень красивый. Давайте я его сразу тоже использую. Смотрите. Он такой розовый, натурально розовый. Он не в теплинку, не в розовинку. То есть, очень красивый оттенок. Вот этот вот мне очень нравится. И, кстати, я его использовала как помаду. Тоже очень-очень стойкий и очень долго держится на губах. Дальше. Вот этот вот шиммер. Смотрите, тоже такой мелкодисперсный. Но видите, он такой прохладный, такой белесый. Хотя здесь он кажется такой бежевый. Ну вот в живую на камере, может быть, он тоже белесым кажется. Но когда делаешь сфотчи, он такой уходит как бы более вот выбеленный. Вот видите? Больше он такой выбеленный. Вот. И вот этот, вот этот я хочу использовать для бровей. Вот этот мне для бровей очень понравился оттенок. Но сами тени очень хорошего качества. Они мягенькие такие. Пигментированные довольно. То есть, они не слабо пигментированы, но не сильно. Видите? Вот такой хороший тоже оттенок. Но, говорю на глазах, у меня лично уходит в холодинку. И вот этот коричневый тоже у меня уходит почему-то в холодинку. Хотя здесь кажется он такой натурально коричневый. Но может быть и сделаю. Покажу вам как это на мне. Как это в другом макияже. Напишите вам интересно полный макияж именно с этой палеткой. Именно для кон. Ну, я делала так. Экспериментировала. Так, вот так вот. Смотрите, выглядит это все. Ну, кажется как бы натурально. Вот это здесь тоже белесый. Ну, не знаю. Но мне вот это вот, мне не нравится, как они выглядят. Вообще все вот эти три на глазах мне не нравятся. Так, я хочу использовать именно это как румяшки. Вот как румяшки. Сейчас покажу. Кстати, румяшки тоже вот я наносила. Очень-очень стойкие. Смотрите, какой красивый-красивый оттенок румян получается. Потом я его хочу еще на губы нанести. Ну, уже в конце. Вот я его пальчиком вот так вот просто распределяю. Будем переходить к пудрам. Под глаза я хочу использовать именно вот эту вот пудрочку. С этой палетки. Diffused Light называется. Давайте тоже сделаю случай на эту палетку. Я еще, кстати, не делала. Мне кажется, кстати, тоже этот хайлайтер немножечко таким белесым. Давайте посмотрим. Пудра, ну, обычная как бы. Она тут кажется светлой, но она на самом деле дает такое полупрозрачное покрытие, что почти его не видно. Так, румяшки вот эти. О, они такие нежные. Очень шелковистая прям текстура. Тоже смотрите, какой красивый оттенок. Вау, очень красивый. Так, ну и хайлайтер. Тоже нежная текстура. Но он тоже такой немножко белесый. Мы посмотрим, как, ну, в принципе, те гучи, когда наносить как хайлайтер, они все равно такой больше вуаль уложатся. И не сильно видно как бы такого выбеленного эффекта. Но если переборщить, есть. Дайте, мне кажется, тоже надо прям легко-легко наносить. Давайте я нанесу. Покажу вам сфотчи. Уай румяна очень красивые. И они такие без шиммера. Они как сетиновые вот эти. Потому что есть Hourglass, есть там несколько версий румян. Есть такие, как строп румяна. Там они такие, чуть-чуть, как шиммера, как хайлайта румяна, что-то вместе. А это именно такие, как бы они не матовые, но они такие, как бы сатиновые, очень красивые. Наносить вот этот оттенок под глазки. Кисточка от Refer 18. Вот мне именно вот эта пудра, она у меня тоже есть в большом формате. Мне она нравится именно вот как бы для закрепления именно консилера. Потому что она такая, вот есть димлайт, он немножечко больше такое дает свечение. Это более такая сатиново-матовая. То есть у них немножко текстуры разные. Вот с димлайт. Который, ну, самый такой популярный, да. Но он больше такой, как бы, подсвечивает. Я тоже на центр нанесу. Вот сюда. Вот так. Видите, почти цвета нет. Но, тем не менее, консилер закрепился. И эта пудра вообще идеально будет для закрепления. У кого очень сухая кожа, у кого там стягивает, у кого подчеркивается. Вот когда пудру наносите под глаза, да. Подчеркиваются прям все морщинки. Это вообще ничего не будет подчеркивать. Это очень такое деликатное-деликатное покрытие, которое невесомое. И его просто не видно. Ни цвета, ничего. Я хочу на все лицо больше нанести вот такую пудру. Потому что у меня здесь, как бы, хочу заблюрить поры. Вот. У меня есть поры. Я купила попробовать вот эту вот пудру от Ofra. Это Translucent Talk Free Powder. В оттенке Light. Ну, я не знаю. Она, по-моему, все только в одном оттенке. Я не видела два. Очень мне тоже понравилась эта пудра. Какая она, как бы, светленькая. Ну, вот она, видите, встает прозрачная. Очень круто-круто она блюрит поры. Очень долго держится. У меня вообще такое жирнится лицо. Кисточка какая там эта, 30-ая от Reffer. Я ее вот так вот прям вбиваю. Или вот можно чуть-чуть круговыми, чтобы заблюрить. Движениями. Ну, не видно, но эффект от нее есть. Цвета нет, видите. То есть, она не выбеливает ничего. Хотя здесь она кажется такая, как бы, светленькая. Тем не менее, вот когда близко смотреть... Вот у меня полностью выгладились поры. Полностью вообще. Лицо, как после фотошопа. Переходим к бронзеру, контуру. Я уже показывала, да. Вот эта палеточка новая от Ofra. Здесь есть один контур. Хайлайтер. И бронзер. Он такой больше уже идет... Ну, такой шиммерный. Не шиммерный, но, как бы, больше такой, видите, как бы, по текстуре, как бы, сияния. Обожаю хайлайтеры Ofra. Это самые-самые красивые хайлайтеры. В принципе, после вот Бекки, вот когда еще была Бека популярна, и Ofra были еще более такие бабамистые. У меня тоже уже давно есть эти хайлайтеры во многих оттенках. Вот. Но эта палетка, в этой палетке именно самый-самый их не бестселлер хайлайтеров с хайлайтеров. Родео Драйм. Вот. Это самый такой просто цвет шампанского. Чуть-чуть идет он в теплинку, но у них на самом деле там очень большая линейка, и они самые-самые красивые даже до сих пор, скажем так. Да, у меня очень много хайлайтеров, но вот эти вот у меня даже из кейса визажиста. Я вот показывала, когда там про кейс визажиста. У меня есть такая пятерка именно с разных-разных хайлайтеров. В миниатюрках я люблю ее с собой носить, потому что там выбор большой, вот, и они самые-самые красивые. Реально. Вот. И здесь новые оттенки именно контур и бронзер. Контур это Sun Fran и Pacifica Bronzer. Я не видела их в одиночном варианте, только в этой палетке. Давайте покажу вам тоже сводчи. Вот кому может быть интересно или доступно. Офра, смотрите, какой тоже хороший оттенок для контура. Ну, как бы это бронзер, только матовый, да, и такой он тоже натуральный коричневый оттенок. Дальше бронзер уже чуть-чуть идет такой теплинку, но он такой больше с красноватым оттенком. Такой я таки люблю. Не именно в желтый оттенок уходит, а такой чуть в красноватый. Так. И вот этот вот красивейный хайлайтер тоже покажу. О, такой вот, видите, какой бабамстый. Смотрите, вот после вот этого Sour Glass. Вообще очень-очень такой блестящий, очень красивый, но тем не менее здесь нету каких-то крупных частичек. Он дает такой именно glow-glow эффект, который светится, видно из космоса. Вот. И вот контур и бронзер. Вот так это контур. Видите, он чуть менее пигментированный и бронзер. Я взяла кисточку PUSHISTIC. Это с Алиэкспресс. Я уже на нее тоже оставляла ссылку. Она мне очень нравится. Она очень похожа на кистью Trafford. Ну, прям по вот этому ощущению, именно по ворсу. Я не знаю, как будто бы тоже какая-то японская кисточка. Она не лезет вообще. Я набираю вот этот вот контур. Вот. Наношу. Дальше набираю вот этот вот бронзер и чуть выше дублирую. Вот бронзер мне очень тоже нравится. Он такой тоже без шиммера какого-то. Такой с подсвечивающим эффектом. Тоже смотрите какой. Вот. И тоже хорошая-хорошая оттенок. Ну, и переходим к самому интересному. Это к новым румяшкам. Вот этим или вот этим. Я даже не знаю. Давайте попробуем, во-первых, сводчи. Я еще не сводчила. Какие? Это значит 0,2 оттенок. Вау, они такие как будто кремовые, кремово-пудровые. Какой он яркий. Вау. Какой-то такой он холодный розовый. Но он как кремовый. Давайте покажу сводч. Вот такой вот. Но если его растушевать. Смотрите, я растушевала. Он такой легенький, красивенький. Я вообще его хотела попробовать нанести на глаза. Но давайте я, наверное, хочу нанести на одну щечку одни. На вторую хочу сауру глаз. Вот эти вот новые попробовать. А потом я просто их туда и туда как бы нанесу наоборот. Чтобы был одинаковый оттенок. Но я хочу посмотреть именно тоже вот этот оттенок, как работает на щечках. Потому что, в принципе, оттенок красивый. Слушайте. Такой прям. Вот я сейчас все растушу. Он красивый. И здесь есть такой немножко прохладный какой-то такой отблеск. Но все-таки я хочу их тоже попробовать на глаза. Давайте посмотрим вот эту кисточку, которая здесь идет. Вот эта смешная такая. Смотрите, какая она моя Люсью пусечка. Интересно, как ей на глаза. Если честно, там такая текстура, что такой слишком пушистый. Мне кажется, будет тяжело на глаза. Может на щеки. Потому что она слишком пушистая. Она будет плохо набирать. Там такая кремовая больше текстура. Так. Не, вообще она хорошо, кстати, набирается. Но на глаза она, наверное, такая будет. Более прозрачная. Ну, кстати, нормально и это. И румяна наносить. Вот смотрите. Она, кстати, за счет того, что она такая пушистенькая, она не прям их много так наносит. То есть такой цвет не получается. Ну, кстати, красиво. Очень даже. Кстати, я заказала себе новые румяшки тоже Armani. Почти все оттенки. Мне очень там понравились оттенки. И мне кажется, вот судя по свочам и судя по первым отзывам уже, то, что есть в интернете, что похожа текстура чем-то с вот этими Валентином. Ну, не знаю. В глаз я уже возьму вот такую вот кисточку от Refer04. Но вот эти вот прям такие красивые. Они, видите, чуть-чуть такие прохладные-прохладные розовые. Здесь розовый немножко другой. Здесь такой более теплый розовый. Сейчас посмотрим. Но мне потом их надо будет как-то смешать. Так, давайте посмотрим в зеркало. Вау, это уже очень красивый оттенок. За прочим, оттенки похожи. И нежная текстура. Очень тоже красивая. Но вот эти вот, они такие чуть-чуть с подсвечивающим эффектом. Что-то такое здесь есть. А эти нет. Эти больше такие сатиновые. Так. Но тоже очень красивые. Напишите, кстати, какие вам больше понравились эти или вот эти. От Валентина или Hourglass. Мне и те, и те нравятся. Очень красиво. Так, давайте теперь, наверное, я нанесу. И те, и те. Как бы нормально. Как бы их вместе смешаю. Сейчас от Валентина тоже нанесу на вторую щечку. Чтобы у меня было одинаково. Уже вот этой вот кисточкой. И не вот той. Может, они так больше нанесутся. Между прочим. Ну, тоже хорошо ложатся. Смотрите. И я хочу сейчас нанести хайлайтер с этой палеточки. Я взяла такую более пушистую кисточку, чтобы не сильно было светлое пятно. Я взяла девятнадцатую кисточку от Трефер. Так, будем сейчас пробовать. Ну, нет. Он какой-то белесый. На мне, видите? Немножечко. Так, я его более как бы растушую. Чуть-чуть по двору. Мне, конечно, чуть потемнее нужно. Немножко мне такой прохладный-прохладный шифт дает. Несла уже на обе щечки. Ну, в принципе, красиво. Все равно такое свечение более деликатное. Но немножечко холодновато именно для меня. Но все равно очень-очень красивый хайлайтер. Мне кажется, там тоже будет красиво именно на внутреннем уголочке смотреться. И на более светленьких девочек. Вообще, эта палетка, я так подозреваю, она больше для светлокожих. Потому что здесь именно светлая вот эта вот пудра. Diffused Light. Это светлая прямо у них в линейке. Светлый хайлайтер. И, в принципе, тоже деликатное, красивое. Такие розово-коралловые, больше натуральные. Не знаю, румяшки. Вот. Поэтому вот для светлокожих вот эта палетка будет очень-очень красиво. Давайте я теперь покажу вот эту вот тень для бровей, которую я использую. Так. Я набираю. Хочу показать сам оттенок. У меня брови, в принципе, как бы, тут ничего особо не надо делать. Вот. Потому что здесь татуаж. Вот. Но так как я там припудриваюсь и восстанальными совсем, они немножечко просто сереют. Вот. Вот. Но оттенок вот этот очень мне нравится. Я вообще люблю именно такие оттенки для бровей. Ну, для своих. Все равно, смотрите, видите разницу? Этот такой немножко ушел в теплинку более натуральный. И вот этот уже более серый. Давайте переходить к макияжу глаз. Сейчас буду использовать вот эту вот палеточку красивую-красивую. Даже не знаю, вам сфотча показывать или не показывать, если вообще оно доступно. Но я покажу просто вот эти вот шиммеры. Здесь вот эти вот... Сейчас. Вот эти вот три оттенка. И вот эти три оттенка. Это такие кремово-металлические. То есть, они сухие, но они как будто бы кремовые. Вот. Вот эта вот палетка. Вот. Мне очень похожая текстура. Это пилотолк Дрим. И вот этот вот здесь такой тоже кремово-какой-то такой шиммерный. И теперь давайте покажу вам какой-то оттенок с вот этой вот палетки. Вот. Чем-то они мне похожи. Вот. Реально на текстуру. Вот этот вот розовый, например. Да. Даже по ощущениям такие же. Вот. Смотрите. Здесь, кстати, оттенки похожи чем-то. Давайте мы еще. Вообще. Даже, я вам скажу, вельмакияж даже лучше текстура, чем у шарлоты. Более такая маслянистая. Вот смотрите. Вот это вот вельмакияж. Вот это вот шарлота. Да. Ну, чем-то похоже. Ну, это чуть розовее. Это такой более бронзово-розовый какой-то. Вот. Но текстуры очень похожи. И шарлота даже чуть суше, потому что здесь, ну, он даже как-то оттенок не дотянулся. А этот вот прям, я еще его могу растянуть. Смотрите, насколько. Это в один свотч. Видите, какие красивые? Вот. Поэтому я говорю, что вот эта вот текстура, именно в этой палетке, она как вот люксовые вот эти вот бренды отличаются. Вот нету в постоянной линейке вот таких вот текстур или макияж. Вот только вот в какой-то вот этой вот коллаборации. Вот смотрите. Совершенно-совершенно похожи. Это же и по ощущениям, и по виду. Вот давайте еще какой-то светлый. Здесь три светлых, но они все-таки с разными подтонами. Один более такой тоже белесый, потом более в розовинку и золотистый. Давайте тоже какой-то покажу. Смотрите, какой воровиклазный. Видите? Как топпер. Они как топперы больше, да? Но все равно здесь не на прозрачной подложке. Вот смотрите, какой красивый. Давайте еще какой-то покажу красивый. Вот этот фиолетовый. Вот этот фиолетовый тоже очень красивый. Кстати, может быть, как вы это знаете, у Шарлотты самый продаваемый вот этот единичный оттенок, который все раскупили. Вот недавно он был там в коллекции. Вот чем-то он похож, кстати, на этот оттенок. Смотрите, тоже такой фиолетовый и с розовым шифтом. Смотрите, тоже какой красивый. Давайте еще вот этот покажу. Вот этот, кстати, у Кэтлин, ну, Кэтлин Лайс, да, это коллаборация с блогером Кэтлин Лайс. У нее вот этот оттенок самый любимый. Но он действительно красивый. Он такой натурально-коричневый, ну, натурально-бронзовый, скажем так, да. Он не холодный, не теплый. Очень красивый такой оттенок. Прям вообще, смотрите, вот тоже. Видите, какие все блестящие? И вот, посмотрите, вот это шарлотта. И вот это похоже. Давайте попробуем вот эти вот румяна нанести, наверное, в складку. Я хочу попробовать именно даже вот этой вот дурацкой кисточкой. Вот этой вот. Я хочу посмотреть, как они работают. Потому что вот эта кисточка, ну, как бы, она больше, мне кажется, для складки. Я даже не знаю, как их нанести. Потому что я все равно хочу там теплый такой, чуть розовинкой макияж. Ну, кстати, вот складку прикольную. Можно попробовать их нанести и на веко. Ммм. Не знаю, зачем я это сделала, но... Ну, смотрите, красиво. Эти румяна позиционируются, как бы, как совместный макияж глаз и румян, как бы, чтобы это все вот так вот, как бы, соединялось. Ну, дайте я хочу их пальчиком еще попробовать нанести вот на серединку. Ой, пальчиком тоже красиво. Смотрите, они более плотнее. Чувствую, я сейчас в виде макияж сделаю вот этими тенями. Ммм. Красиво. Ладно, мы сверху все равно блесточки положим. С вот этой палетки. Ну, так тоже красиво. Красит ресницы. Смотрите, насколько тоже глаза кажутся более-таки голубее. Да, более голубее. У меня какой-то день экспериментов. Первые впечатления плюс эксперименты. Ладно, давайте с этой палеткой продолжим. Так, я беру вот эту кисточку от Трефер, это моя самая-самая любимая. Ноль первая. И мне теперь нужно углубить, так как я складку уже, в принципе, как бы сделала. Слушайте, красивый, прям розовый такой оттенок. Надо и другие какие-то оттенки попробовать. Но вот этот мне очень нравится. Очень красивый. Я возьму теперь вот этот вот такой матовый, темно-фиолетовый. Я хочу углубить все-таки здесь. Мне кажется, будет больше такой сочетаться. Вот, смотрите, углубить именно внешний уголочек. И уже с этим смотрится совершенно по-другому. Я взяла такую вот пушистика, это 16-я. И возьму такой натуральный коричневый оттенок. И немножечко, все-таки я хочу чуть выше сделать тушевку, чтобы не слишком вот этот розовый был. И еще мне нужно углубить ресничный край. Я взяла такую маленькую кисточку. И вот этот такой темно-темно-коричневый. Кстати, такой прохладненький. Вот, я набираю на вот эту кисточку карандаш. И именно вот этот ресничный край немножечко углубляю. Ну, именно внешний уголочек. Дальше я хочу вот эту вот красивую-красивую блестяшку использовать. Вот, кстати, вот эта подложка розовая, она еще даст цвет вот этой блестяшки. Вот, смотрите, какая красивенная. Она такая тоже, как розовое золото, что-то такое. Какой-то сегодня холодный макияж слышал. Спонтанно. Негаданно, нежданно. Вау, смотрите, как красиво. Вообще. Я такие оттенки тоже люблю. Они именно вот эти бургундия, что-то такое вот розовое, розовое золото. Вообще очень красиво, вау. Мне очень нравится. Кстати, тени, вот я их наношу, они даже не сыпятся. Хотя, ну, вот некоторые, когда пальчиком наносишь, тоже сыпятся. Но вот эти вообще даже не осыпаются. Смотрите, еще сколько у меня тут на палец осталось. Давайте еще нанесем блестяшку светленькую какую-то. Одну из этих вот сюда, ближе как бы к внутреннему. Вот, а какая нам больше подойдет? Наверное, первая. Ну, эти, конечно, на кисточку, их лучше пальчиками такие тени. Потому что они такие глиттерные. Ну, как глиттерные, не глиттерные. Ой, красиво, смотрите, как глядит. Смотрите, здесь есть, здесь нету. Очень красивые. И, кстати, они тоже будут хорошо, мне кажется, именно влажной кисточкой. Очень мне нравится. Я еще хочу, взяла маленькую-маленькую кисточку. И еще прям вот этот вот темно-коричневый. Больше еще, у ресничного. Чисто вот так вот углубить чуть больше. Давайте посмотрим вот эту вот красоту. Это от By Terry. Или By Terry. Или By Terry. Не знаю. В оттенке... Это гелевый карандаш. В оттенке 5 Terry Blue. Это новый оттенок, насколько я поняла. Очень он мне понравился на фотографиях. Ой, какой красивый. Смотрите, оттенок Индигл. И я сейчас покажу, какие у меня есть тоже похожие оттенки. Я очень люблю такие оттенки. У меня есть похожий оттенок от Estee Lauder. Давайте их сравним. 06 Saphir Sky. По-моему, я его уже показывала. Но он такой, он чуть более синее. Видите, более такой синий, с черной подложкой. Дальше. Вот этот вот похожий, кстати, мне кажется. Это от Marc Jacobs. Какой-то оттенок. Ага, вот. Out of the Blue. Так. Он тут выкручивается. Мне кажется, вот этот похожий. Ой, Marc Jacobs, кстати, круче. Смотрите. А я думала, что этот будет круче. Смотрите, он какой плотненький, плотненький. Это такой чуть-чуть пляшиво нанёсся. Давайте его ещё раз нанесим. Я думала, что... Ну, вот второй раз он такой же, как Marc. Кстати, очень похожие оттенки. Ай. Я как всегда. Вот такое. Вот ещё у меня есть похожий оттенок. Это от Urban Decay Chaus. Как-то так. Тоже похожий. Давайте посмотрим. Ну, тоже, кстати, похожий. Но чуть-чуть. Такой он голубее. Вот эти прямо вообще похожие. Marc Jacobs и By Terry. Ещё у меня есть похожие, может быть, не знаю. От Charlotte Tilbury. Вот этот двойной. Здесь с одной стороны такой есть. Видите? Такой синий. Здесь матовый, тёмно-синий. И тут такой синий. Другой синий. Нет. Он такой больше. Он тоже очень красивый. Я вот этот очень люблю от Charlotte. Вот. Вот так вот. Ну, ближе всего он вот Marc Jacobs. Вот кто, может быть, хотел вот этот оттенок, но сейчас уже их не купить, этого Marc Jacobs, сам, то можно купить By Terry. Давайте пробовать на глазах, как он будет наноситься. Marc Jacobs очень классно наносится и очень классно держится. Я обожаю. У меня их там где-то там вон сзади, там целая ступка этих Marc Jacobs разных. Так. Так, не подождите, у меня он до зеркала. Сюда ближе. Ну, хорошо вообще наносится. Ну, насколько я видела, по свочи, его надо немножко как бы наслаивать. Красивый оттенок. Я хочу его довести прям до конца. Я люблю такие, обожаю такие оттенки. Смотрите, как красиво. Насколько глаз, совсем по-другому кажется. Я попробую его второй слой и посмотрю, не снимет ли он именно второй слой. Знаете, иногда, когда они застывают, и когда ты второй слой рисуешь, такие вот гелевые, оно снимает первый слой. А некоторые карандаши нет. Вот Marc Jacobs нет. Он хорошо работает уже и наслаивать, и Urban Decay тоже хорошо работает. Я принесла тоже второй глазик, и давайте пробовать второй слой. Он уже подсох. Нет, этот не снимает. Этот еще ярче, смотрите, вот. Он еще ярче становится. Ой, очень красивый. Видно вам оттенок? Вот видите, это с одним слоем, это уже два. Ой, мне очень нравится, очень красиво. Попробую, правда, его еще поносить. То есть, как он носится, не быстро ли он сходит. Потому что у меня вот именно от Poiteria не было никаких вот гелевых карандашей. Вот это вот первое. Ну, я именно очень люблю. У меня самый любимый. Это Marc Jacobs, это Urban Decay. И все. Именно вот самых-самых любимых, да. Ну, очень красивый. Давайте еще посмотрим по стойкости. Вот эти, что я нанесла, они, в принципе, все стойкие. Смотрите. Только какой-то у меня был. Поняла. Да, кстати, был Urban Decay. Вот этот вот оттенок. Где он? Вот этот вот. Да? Да. Да. Это был Urban Decay. И, как видите, он единственный почему-то, хотя они стойкие. Но, может, это еще зависит от оттенка. Давайте быстренько закончим макияж глаз. Внизу я набираю вот этот вот бордовый матовый оттенок. Так, и немножечко делаю такую тушевочку вниз. Так. Ну, синий этот прям красивый. Вообще я не могу. Смотрите, а с тушевкой тоже по-другому смотрится. Совершенно. Глаз встает шире. Потому что, конечно же, если мы проводим на водной линии какой-то цвет, глазик у нас зрительно сужается. Вот. Если мы оттягиваем тушевочку вниз, глазик сразу же открывается. Теперь вот этот вот беру тушевочный оттенок и чуть ниже растушевываю на границе. Добавила этот же оттенок, то, что сверху на серединку, тоже на низ. Чтобы была больше гармония. Сейчас прокрашу реснички и вернусь. Я прокрасила реснички. Вот такой вот макияж глаз у меня получился. Мне очень прям сегодня нравится. Мне не всегда нравится мой макияж. Как-то я крашусь, да, иногда мне нравится, иногда нет. Но вот сегодня мне прям очень нравится. Напишите тоже в комментариях, как вам мой сегодняшний макияж. Совершенно не тёплый, да. Водная линия тоже холодная, макияж холодный. Больше в розовый такой. Вот. Ну, красиво. Так. Давайте мы будем приходить к губам. Я хочу вам показать, во-первых, как на губах смотрится вот этот вот оттенок, что я наносила на щечки, именно вот кремовый, да. И ещё вам хочу показать очень-очень классные, крутые новинки. Ну, может быть, это у нас в Израиле новинки, не знаю. От Estee Lauder. У них вышла такая новая, как бы, одна линейка, как гелевые помады. Вот такие вот, видите, слик такие помады, да. Как сейчас модно. Очень мне понравилась текстура. У меня тут такой в одном оттенке 903. Очень красивый такой нежный, ну, нюдовый оттенок больше. Вот. Но помада, кстати, карандаш до сих пор у меня тут не повытирались до конца. Я их тёрла. Вот смотрите, какой тоже красивый оттенок. И сама помада очень такая приятная, гелевая. Я обожаю вообще гелевые текстуры. В последнее время очень много марок тоже выпускают эти гелевые текстуры. Вот. Если вам доступна такая линейка и, кстати, магнитный кейс. Очень прикольный. Если доступна эта линейка и любите именно гелевые такие увлажняющие помады, то присмотритесь к ним. И вторая, тоже новинка, это уже бальзам для куб с цветом. Многие тоже марки сейчас начали выпускать. Тоже мак есть, бобби браун есть. Я знаю точно эти бальзамы с цветом. Там где ещё есть. Ну, в общем, ещё много марок тоже выпускают. Именно бальзамы такие с цветом. Так, тоже. Ну, это уже как обычная помада. Плюс-минус тоже она идёт на магнитике, да. И вот этот оттенок самый красивый. Во-первых, она мне тоже понравилась. Она такая прям увлажняющая. Чем-то похожа на бобби браун. Тоже такие же помады вот с цветом. Кстати, это же один концерт. Эстилла Удер, Бобби Браун, Мак и Эстилла Удер. Ещё там Клиник и, в общем, куча ещё в этом концерне есть марок. В общем, вот этот вот самый красивый цвет. У них, кстати, в Эстилла Удере есть бесцветная такая же. Вот раньше был бальзам бесцветный. И как бы на формуле этого же бальзама сделали как бы цветные. Но вот этот самый красивый оттенок, так никак не скажу. 007 Divine Crystal. Он такой тоже натуральный. Вообще натуральный, полупрозрачный, как цвет губ. Только тоже губы долго-долго, кстати, такие напитанные. То есть он как бы работает как уход, в принципе. Но очень красивый тоже оттенок губам. И они тоже такие как бы глянцы. Давайте я вам сразу, наверное, его покажу. А потом уже покажу помаду Гуччи. Потому что после неё не будет видно цвета. Смотрите. Видите, то есть натуральный оттенок губ. Он, кстати, пахнет травкой. Видите, губы такие чуть-чуть блестят. Как будто бы с блеском. Но тем не менее натуральный. Кстати, подходит уже не сегодня под макияж. Потому что вот эта вот, она чуть-чуть идёт аналюдово, но в теплинку. Ну, не более так. Не гармонерная. Хотя мне нравится и та, и та. И, кстати, тоже очень долго держится само по себе увлажнение. Хочу вот это попробовать. Так. Набираю. Вот. Ну, тоже, да, хорошо. Смотрите, какой оттенок красивый. Видите, он тоже такой натуральный, розовый. Он и не тёплый, и не, как бы, нейтральный, да. Очень мне нравится эта текстура и оттенок. У него финиш такой какой-то и не сатиновый, и не матовый. Какой-то он пыльно, припылённо матовый. Не знаю, но красиво. Не сушится совершенно. Держится очень долго. Потому что я уже тоже пробовала наносить. Вот это мне в этих палетках нравится. Ну, может быть, такая же текстура просто в обычных помадах Gucci в матовой версии, я подозреваю. Но я не знаю. Напишите, кстати, если у вас есть помады от Gucci. Вообще, нравится вам или не нравится. Стоит их попробовать или нет. Потому что почему-то, не знаю, что-то меня не привлекает. Вот знаете, вот здесь какие-то товары, такие новинки, да, которые прям сразу хочется купить. Ну, вот как вот это. Вот это мне сразу захотелось купить. Потому что, ну, что-то такое новое, необычное. Не знаю, вот захотелось. Что зовут помады? Нет. Всё, такой вот образ у меня получился. Если вам со мной было интересно и полезно. Посмотрели тоже на какие-то последние новинки. И, кстати, ещё раз хочу сказать по поводу каких-то негативных комментариев. Я таких комментариев не приветствую на своём канале. И я не хочу, чтобы был какой-то там негатив вообще. Так что те, кто хочет написать какой-то негативный комментарий, сразу же идёт в бан. Вот, потому что я не хочу негатива на своём канале. Я не хочу тоже открывать и читать какой-то негатив, портить себе настроение. Хотя я не особо обращаю внимание, конечно же, но всё равно немножечко, знаете, остаётся какой-то неприятный осадок. Поэтому все, кто хочет написать какую-то гадость, что-то, какую-то критику. Ну, критика тоже бывает разная. Если она оправданная, да, критика, я спокойно как бы на это реагирую, могу ответить и всё. Но если какая-то такая неприятная критика или человек, который под каждым видео пишет просто негатив, мне таких подписчиков просто не нужно. Я хочу получать наслаждение от своего канала. Я хочу получать наслаждение от общения со своими зрителями. Я хочу тоже, чтобы у меня были подписчики, которым я нравлюсь. И то есть не нужно меня смотреть, если я кому-то не нравлюсь. Так что я заранее извиняюсь, если кого-то я затронула и обидела. Им интересно мой канал, мой контент, моя подача, мои видео. Поддержите, пожалуйста, тоже лайками, подписками. Чтобы мой канал дальше развивался. И чтобы у меня был интерес тоже снимать для вас видео. Всё, всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока!